Если ты ловкий, если ты смелый И осторожный по мне Крису Борису тебя приглашаем В сынное царство скорей Жду самоплазки, но без подсказки Друга выручи друг Если ты смелый, если умелый Тебя осторожней ждут Ай-яй-яй-яй-яй-яй! Безобразие! Опять эти котята не соблюдают правила дорожного движения Большая беда может случиться Дорогие зрители, мышата, котята, ребята, а также их родители Я, Крыс Борис, самый осторожный крыс на всем белом свете Спокойно не могу смотреть, как котята подвергают Своей жизни и жизни других участников дорожного движения опасности Внимание, внимание! Всем участникам дорожного движения Срочно задержать нарушителей! Пусть посидят в моем сырном чуланчике И подумают над своим поведением А транспорт я временно реквизирую Вот так! Ой, сидеть котятам в сырном чуланчике целую вечность! Надо как-то спасать котят! А давай переоденем ребят в котят! Давай! Ребята, вы готовы нам помочь? Да! Кто готов стать Барсиком, Мурзиком и Каплин? Я! Кто лучше всех держит, ушки на макушке? О! К нам идут самые внимательные ребята-котята! Отдай! Ага, нет! Размечтался! Лапы, уши, хвост твой! Осторожки мы с тобой! Осторожность не беда! Помогает нам она! Мяу! Это кто ко мне пожаловал? Нарушители дорожного движения? Нет! А кто вы? Спасатели! Спасатели? Да! Ах, вот как! Хе-хе, они думают, что я не заметил подмеды! Хе-хе-хе! Ладно, спасатели, так и быть! Испытаю вас на знание дорожных осторожек! Но! Если вы неправильно ответите, вы попадете ко мне в сырный чуланчик! Ну, а если ответите верно, получите сырный кусочек! Согласны? Да! Так, с кого начнем? А вот самый скромный Барсик, иди ко мне, соблюдаешь все правила? Да! Тогда смотри на мой волшебный экранчик и выбирай правильный ответ! Въезд во двор, а я играю, мяч ногами набиваю. Вдруг, откуда ни возьмись, раздается шина свист. Это водитель затормозил и очень строго мне пригрозил. Играть при въезде во двор нельзя. Это опасно. Знай, детвора, будь внимательней, не зевай и по сторонам смотреть успевай. Ну что, Барсик, хе-хе-хе! Какой ответ выбираешь? Второй. Потому что если ты будешь играть, ну тебя могут машины сбить. Ну ты же во дворе играешь. Ну они могут заехать и не увидеть тебя. А где надо играть котенку? На детской площадке. Правильно отвечаешь. Наградите его кусочком сыра. Хе-хе, рано радуйтесь, котята. Мурдик, иди ко мне. А ты знаешь все правила дорожного движения? Да. А ты вот как считаешь, надо их соблюдать? Надо. А почему? Потому что если не соблюдать правила дорожного движения, ну тебя может сбить машина. Конечно, может попасть в большую беду. Смотри на мой волшебный экранчик. Выбирай правильный ответ. Прежде чем через арку пройти, внимательно по сторонам посмотри. Убеги с ним, езжает ли в арку автомобиль, чтобы он тебе лапку не отдавил. Пробегая через арку, по сторонам я не смотрю. Если выйдет машина, я ее ловко обегу. Ну что, Мурдик, какой ответ твой? Я выбираю второй вариант, потому что я очень быстро бегаю. Невероятно! Вот ты и попал, котенок, к фронику дорожных происшествий. Ну-ка, выпишите ему штраф. Ай-яй-яй, котенок, ну как же так? Если ты не увидишь машину в арке или возле нее, как она въезжает или выезжает, ты не успеешь никуда убежать, она тебя быстро задавит. Котенок, это неправильный ответ. Посиди-ка в моем сырном челанчике и подумай над своим поведением. Запомните, друзья мои, проходя через арку, нужно быть очень внимательным. Обязательно надо убедиться, не въезжает ли в арку автомобиль или не выезжает из нее. Иначе от котенка только мокрое место останется. Всем понятно? Да. Продолжаем наше испытание. Да у нас там капля, иди сюда. Проверим тебя на знание дорожных осторожек. Смотри на мой волшебный экранчик. На проезжей части люблю я играть. Очень нравится браться мне, рисковать. Едет машина, а я не боюсь. Последний момент все равно увернусь. На дороге не играй, правила безопасности соблюдай. Из-за машины резко не выбегай, на проезжую часть мяч не пляй. Ну что, какой ответ твой? Я выбираю второй вариант. Потому что в первом варианте была ошибка. В первом варианте мог бы котенок упасть, и его могла бы машина задавить. А во втором варианте он просто играл бы на площадке, и машина бы его не задавила. Молодец, котенок, хвалю я тебя. Это правильный ответ. Вручите ему кусочек сыра. Конечно, ребята. Надо быть очень внимательными во дворе. Машина может выехать задним ходом, поэтому играть можно только на детских площадках. Все запомнили? Да. Ну что ж, тогда будем подводить Тоди. Котенок Мурзик будет сидеть в моем сырном чуланчике вечно изучать мои дорожные осторожки. А вы, котята, можете быть свободными. Вот, потому что вы ответили верно. Спасите меня, пожалуйста, из сырного чуланчика. Я здесь своего долга не оставлю. Вот ты хочешь выручить его? Он попадет на улице в какое-нибудь дорожное происшествие. Кто тогда будет отвечать? А я научу его правилам дорожного движения. А ты что? Ты берешь над ним такое шество. Ну, тогда я разрешу вам пройти вам еще одно коварное испытание. Внести сюда волшебную книгу. Приступим к нашим испытаниям. Но для начала проведем работу над ошибками. Тоденок Мурзик считает, что можно играть на проезжей части. Можно играть? Нет. А потому что машина его может сбить? Особенно, если это касается арки. Вы посмотрите на мою арку. Вот видите, если машина въезжает или выезжает из-за арки, у нее всегда нарушается что? Обзор, да? Водитель же не видит, выезжая, что может ребенок или котенок стоять в арке. Или тем более там играть. Согласны со мной? Да. Поэтому, когда мы находимся в арке или возле нее, надо быть очень внимательным. Я знаю один секрет, как нужно вести себя, находясь возле арки. Нужно держать ушки на макушке. Тогда вы услышите, подъезжает ли к арке машина или выезжает из нее. Согласны со мной? Да. Предлагаю вам расположить в арке автомобилей пешеходов так, чтобы это было безопасно для всех участников дорожного движения. Задание понятно? Угу. Приступайте. Это жилая зона. Да. Депли. Ну что, нарушители, давайте будем принимать вашу работу. Перед вами арка. Вы повесили знак, который называется... Жилая зона. Жилая зона. В жилой зоне разрешенная скорость. Сколько? 20 км в час. 20 км в час только можно едет машины. В арке по какой стороне едут машины всегда? Машины едут по правой стороне. Пешеход в арке всегда должен идти навстречу движению, потому что он должен видеть этот автомобиль. А вы, смотрите, отправили куда? Пешехода. Давайте мы его поставим пешехода навстречу движению. А вот этот пешеход, смотрите, должен держать ушки что? На макушке. На макушке. Он должен слышать, да, что машина скоро повернет, поэтому в арке мы соблюдаем простые правила. Машины едут по правой стороне, а пешеходы идут навстречу движению. Скажите мне, ребята, можно ли играть при въезде или выезде в жилую зону? Нет. Потому что машина может сбить тебе. Машина может въехать, да? Угу. Ты можешь ее не увидеть из арки. Видишь, угол зрения нарушается. Можешь ты увидеть эту машину? Нет. При въезде и выезде со двора играть на проезжей части? Нельзя. А где можно играть? На детской площадке можно играть. Туда машины не заезжают. Помни правила движения, как таблицу удожения. Запомнили, котята? Да. Мышята, наградить нарушителя кусочком сыра. Ммм. Спасибо. Самое главное, мне понравилось то, что Барсик сказал, что он научит Мурсика правилам дорожного движения. Поэтому повелеваю наградить котят дипломами спасателей. Молодцы! 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 Осторожный крестокласс Победит, попробуй нас! Мяу! Хи-хи! Котята, вы свободны! До свидания! Хи-хи-хи! До свидания! Мяу! 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 Надеюсь, что мышата, котята и ребята запомнили мои осторожки! Соблюдайте правила дорожного движения! Будьте здоровы! А не то попадете ко мне в сырное царство! Навечно! Всем пока! Мяу! 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 Тебя осторожней ждут